Девочка с голубыми глазами и красивым именем Любовь здесь, где так много детей и взрослых, не отходит от мамы. Это сейчас все ее беды позади, а раньше Люба заболела в 2011 году. Четыре года врачи, ее родители и сама она упорно боролись с белокровием и победили. Огромное спасибо врачам Краснодарской краевой больницы. Местным нашим врачам тоже помогали очень. Люди добрые очень много тоже помогали. Спонсоры, лига женщин нам тоже помогала несколько раз. И сейчас, я так поняла, лига женщин тоже сейчас помогает. Немного освоившись, Люба, как герой, уже с учителями Адлерской школы номер 27, выходит на сцену, чтобы получить нарядную школьную форму. Таких пакетов сегодня выдано 457 на сумму свыше 2 миллионов рублей. Но дети пока еще не умеют считать такие большие цифры. Они только готовятся идти в первый класс. Я умею читать, чертить, примеры уже сделать сама. Лига женщин МОЗ Добра вот уже шестой год подряд проводит благотворительную акцию для семей, которые попали в трудную жизненную ситуацию для многодетных семей, семей, где воспитываются дети инвалиды и опекуны. За эти годы более 3000 сочинских детей получили школьную форму и констовары к первому сентября. Причем закупается школьная форма конкретно по размерам, по цвету и фасону, выбранному самой школой. У кого-то синее, у кого-то серое в розовую клетку, у кого-то шотландка синее с зеленым. Мы же это делаем для того, чтобы дети у нас себя чувствовали комфортно и не выделялись. Допустим, это же как правило малоимущие дети из трудной жизненной ситуации. И чтобы эти дети не чувствовали себя ущемленными, мы работаем над тем, чтобы мы эту форму им выдавали именно индивидуально, такую, какая у них в школе. Ну а после вручения школьной формы детям с 1 по 4 класс праздник продолжился необычным концертом. Его участниками стали лауреаты фестиваля «Хрустальный петушок», также которые организовывают благотворительные организации «Лига женщин. Мост добра». Елена Авсецна, Борис Осин, телекомпания ФКТ.